Даниил Папа, солдаты приближаются Отойди, Даниил Как раз такие царю и нужны Взять его Нет, Даниил Нет, мама, стой Все будет хорошо, Анани Они хотят сделать из нас рабов Господь вел Моисея Поведет и нас тоже Я надеюсь, нас хоть избивать не будут Думаешь, будут? Не имеет значения Все, что нам остается – верить в Бога Даниил прав Мы должны крепиться Давайте поклянемся Что бы ни произошло Мы не потеряем веру в Господа Клянемся Явство для нас? Да, да, ешьте Скоро придет портной, чтобы пошить вам новую одежду Вы хотите сказать, что мы здесь не рабы? Неплохо было бы Тихо, Раф Теперь вы все равны Вы будете вместе обучаться И, возможно, станете советниками царя на выходе на ссора А теперь ешьте Но мы не можем такое есть Что? Закон Моисея запрещает есть это Надо же, какие все переборчивые Ладно, пусть голодают Ты что, шутишь? Смерти моей захотел Кормите нас нашей пищей Принеси нам зерна, злаков и овощей А через десять дней сам сравнишь Вот увидишь Я тебя обещаю Увидим твои похороны, Амерсар Десять дней Хорошо Десять дней Итак, вы, израильские мальчики, а также группа наших вавилонских детей Я хотел уточнить У меня нет времени Отойди А с ними ты что сделал? Я Твоей задачей было сделать их всех крепкими и красивыми Но, но Почему израильтяне выглядят значительно лучше наших? Я, я Я, я Я бы тебе посоветовал думать головой Пока царь ее не отрубил Поразительно Наши мудрецы тратили годы на изучение этих дисциплин А вы четверо схватываете все на лету, как будто детский стишок Поразительно Асфенас, внеси их в мой совет Но им по 14 лет, господин Выполняй Теперь вы стали частью совета старейшин царя Навуходоносора С этого времени вас будут величать Сидрах Мишах Афденага И Валтасар Эти юноши живое доказательство того, что нет ничего невозможного для нас, вавилонцы Живое доказательство Если позволите, господин Мы бы хотели воздать хвалу Богу народа израильского Он давал нам силу все это время И сделал нас такими мудрыми Будет неплохо, если вы научитесь служить только мне Прошли годы Господин Господин, это невозможно Невозможно Что? Я не спал уже три дня, Рав Где толкование? Если бы вы вспомнили сон сначала, господин Не могу я Ты был научен всем этим премудростям Расскажи мне мой сон, растолкуй его Или я тебя на тысячу кусочков разрублю Господин Только богам дано Уведите их отсюда и убейте всех На выходу на сон Выполняйте Умертвить всех мудрецов Всех? Я хочу, чтобы все умерли Ариох Взять его Все мертвы? Нет, господин Один из Иерусалима, Даниил Говорит, что может истолковать сон Он просит дать ему время и освободить остальные Один день? Все, что у нас есть? Когда есть вера Этого достаточно Я дал Навуходоносору власть и славу И сделал его правителем целой земли Ты видишь, Даниил Он – это голова из золота Но его царство будет наследовано более слабым преемником Это серебряные руки и грудь Затем последует царство из меди, железа и глины Во времена этих царств Владыка Небесный воздвигнет новое царство Как валун, оторвавшийся от скалы Он разобьет глиняные ноги из стукана А сам будет стоять вечно, великою горой Да Да В точности Мой сон В очередной раз вы доказали свою исключительность Освободите их Освободите всех Прошли годы Итак Вы до сих пор отказываетесь поклоняться нашим богам На колени Поклоняйтесь золотому идолу или будете сожжены в печи Навуходоносор Сколько раз наш Господь показывал тебе свое могущество, а ты продолжаешь свои злые деяния Слышали? Он обозвал нашу веру злой Какой Бог высвободит вас из моих рук? Наш Бог, которому мы служим Он освободит нас О, великий царь Мы никогда не будем поклоняться золотому истукану Никогда Последний раз вы надо мной насмехаетесь Свяжите их И растопите огонь еще сильнее в семь раз И бросьте их в самое пекло А после этого найдем Даниила И бросим туда же Бросайте! Слишком горячо на вухо Данасор Не стоит ее открывать Бросайте их! Конец Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Прошли годы. Знаете ли вы, что Навуходоносор привез эти кубки из еврейского храма? В свое время он был великим воином. Правда, перед смертью он произнес весьма странную речь. Он сказал, «Валтасар, славь всегда Бога Израильского!» Он свихнулся совсем к тому времени. Вот мой Бог! Золото! Единственное настоящее величие! За Бога золото! Бог золото! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать, царица Ты ли, Даниил, толкователь, который служил однажды царю на выхода на ссору? Я? Мой муж разыскивает тебя Его мудрецы не могут с ней справиться Болтас, этого человека уже давно следовало бы убить Он ему земец, не место ему здесь Если сможешь прочитать написанное То одарю подарками и поставлю тебя третьим властелином в царстве Но подарки оставь себе Я прочитаю во славу Господа моего Болтасар, много было перед тобой злых правителей Но ты еще хуже Ты и твои советники Так ты будешь читать? Мене, исчислил Бог царство твое и положил конец ему Текел, ты был осужден Господом и признан виновным Перес, царство твое будет разделено и отданно Мидианам и Персам Ненавижу Даниила Ненавижу его И снова новый царь восходит на трон А Даниил возвышается вместе с ним Ни за что не поверишь, Даниил Кир отдал мне весь северный регион Да уж, это честь Я на этом не становлюсь Если я буду поступать с умом, Кир отдаст мне и юг тоже Почему бы и нет? Никто этого не заслуживает так, как я Остерегайся гордыни, Дарий Благодари во всем Господа Ладно, кроме тебя я никого благодарить не собираюсь Ты мой наставник с тех пор, как я пришел сюда Дарий Мне срочно нужно новое платье Спокойной ночи, Даниил Приходи утром И что Дарий в нем такого нашел? Ну что? У Даниила есть определенные недостатки, о которых мы сообщали царю Я как раз о них и думал Всю свою жизнь я ждал, чтобы изобличить Даниила Но его не в чем изобличить Господь, услышь молитву раба твоего, Даниила И вот это Каждый вечер я пытаюсь заснуть под его молитву И каждое утро просыпаюсь под эти звуки Они сводят меня с ума Если я ничего не придумаю Придумал Придумал Вот оно Молись, Даниил, молись Звучит, как музыка для ушей моих Она Восхитительна Богам воздвигают статуи Твое величие сродни Божьему Почему бы в твою честь не создать статуи? Велик как Бог? Нет Нет, я всего лишь человек Твои советники так не думают Мы посовещались и просим тебя подписать царский указ О том, чтобы в последующие тридцать дней Все твои подданные обращали свои молитвы только к тебе О, великий царь Обращали свои молитвы к тебе А кто нарушит указ Того бросить в львиный ров Львиный ров? Дарий, ты величайший из людей Многие желают убить тебя и захватить твою власть Самое время найти неверных и предать их казни Даниил слышал об этом? Дарий Даниил любит тебя сильнее всех нас Вместе взятых Пусть будет так Нет, нет Вы должны запечатать своим перстнем Чтобы было нерушимо Пусть все видят серьезность твоих намерений Ты прав Готово Сделайте копии И разошлите во все владения Не будет пощады тем, кто ставит своего ничтожного бога превыше меня Говори Мы нашли нарушителя Ты знаешь, Кару Займись ею Он хотел бы поговорить с вами Даниил Даниил? Но почему? Ты действительно думал, что я буду славить тебя больше, чем Бога? Вы обманули меня Да Я поступил так для твоего же блага И для всех вавилонцев Я разорву указ Порви Ничего не изменится Даже ты ограничен законом медиан и персов Я убеждал их целый день, Даниил Я пытался, но Все хорошо, Дарий Господь видит твое сердце Это меня и пугает Скажи, Даниил Скажи, что твой Бог спасет тебя Скажи, что твой Бог спасет тебя Только прикажи, царь Дарий Выпустить львов Субтитры создавал DimaTorzok 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 Даниил! 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 Твой Бог спас тебя, Даниил! Ответь мне! Ты жив? Даниил! Я жив, Дарри! Мой Бог спас меня! Убрать камень! Простишь меня, Даниил? Конечно! Схватите их! Вы ошибочно осудили пророка Божьего! Я издаю новый указ! Люди во всех моих владениях отныне будут воздавать хвалу Твоему Богу! Теперь я знаю, Даниил, что он – Бог живой! Да благословит нас Господь! Убрать камень! Убрать камень! Убрать камень! Убрать камень! Убрать камень! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok